О самом скандальном, шокирующем и интересном, а порой просто забавном, что прямо сейчас происходит в шоу-бизнесе, и не только об этом каждый день на моем канале в этом выпуске. Звезда 90-х, которую заподозрили в алкоголизме, вернулась к активным гастролям по России со старыми хитами. Не переключайтесь, я расскажу, если вы не узнали, кто это, и вы удивитесь. Лично я вот из пяти хитов, которые перечислили журналисты, ну практически наизусть знаю четыре. Николай Цискоридзе возмущен ценовой политикой главных российских театров. Не он один. В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Мне было интересно, а как это будет регулироваться в перспективе. Заодно давайте обсудим, как вы относитесь к тому, что, ну вот этим тинейджерам, как я их называю, запретят выходить в соцсети. Юли Гусман, как пишет Стархит, говорит вот о чем. Династия Масляковых не захватила КВН, а трудом заслужила право считать его своим детищем. Немного, а вот разных видов кидалова, да, сразу три новости этому посвящено. Продавцы косметики обманули Ирину Шарапову и Татьяну Михалкову. Двое школьников обвинили блогера-миллионников кидалове. Выбежали они, в общем, по заданию блогера на спортивную площадку. Их родители оштрафовали, а денег нема. Ну и помощницу Никиты Михалкова развели мошенники на 250 тысяч рублей. Это лишь некоторые темы, которые мы сейчас обсудим. Здесь Сафин. Давайте начнем по возрастающей. Ксения Собчак сегодня отмечает свой день рождения. Ей стукнуло 43 года. Почти никто не пришел попрощаться с бабушкой Яралашей из слова пацана. Пишет издание Life. Да, замечательная актриса. Классно она сыграла в этом сериале. Ну и вот журналисты укоряют ее коллег. Типа никто не пришел на похороны. Друзья, ну я думаю, что в этом нет ничего удивительного. Мы с вами помним все эти истории. Помните, один из братьев Пономаренко скончался? Вы же и писали. А где вот эти многочисленные его коллеги из Кривого Зеркала, когда не стало Юрия Шатунова? Вспомните, кто пришел. И как много публичных людей ожидали увидеть на похоронах, на прощании. То же самое. Я вот видел возмущенные возгласы по поводу похорон Вячеслава Добрынина. Мол, не было тех, тех, тех. Ну, во-первых, их нельзя в этом обвинять. Может быть, у них дела и все такое. Но в целом вот тема-то интересная, да, друзья. Не стало человека и все. О нем тут же забывают. Для меня это новость о том, что вот не пришел никто на похороны. К сожалению, не стало удивительно. Если для вас тоже это не удивительно, нажмите, друзья, лайк. Почему? Потому что я вот чем дольше живу, тем чаще сталкиваюсь с тем, что люди нужны, пока они живы. Искусствовед про коллекцию живописи Пугачева и Галкина, признанного в России иноагентом. Комсомольской правде все никак не дает покоя. Эта тема пишет. Дешевка с мелких европейских аукционов. Это не оригиналы великих мастеров. Со ссылкой на искусствоведа, в общем, назвала, в общем, она дешевкой всю эту коллекцию антиквариата. Друзья, вам интересна эта тема или нет? Я единственное замечание хочу сделать, если Пугачева супругом прошаренные, прокаченные во многих сферах люди, которых окружают эксперты в разных отраслях, хотели перевезти за границу вот свое имущество, которое многие посчитали антиквариатом, то это никак не может быть подделкой. Это никак не может быть каким-то дешевым барахлом, потому что это того бы не стоило, сколько денег они бы просто просадили на оформление документов и перевозку. 75-летний актер Ричард Гир покидает Америку навсегда из-за молодой жены. Да, пишет, что переезжает в Европу, но многих здесь интересует больше вопрос, означает ли это, что он покидает американскую киноиндустрию, не хотелось бы этого. Кустурица вот тоже заявил, что музыкальную карьеру завершает. В Перми споет Лариса Долина, пишет местное издание 59.ru Пермь онлайн. И мне здесь удивительно, знаете, что каким образом они, в общем, подают этот материал. Вы удивитесь, сколько стоят билеты. Меня, честно говоря, это совершенно не удивляет, потому что позже мы поговорим про билеты на спектакли, о чем вот возмущенно заявил Цискоридзе. Ну а здесь почему-то сравнивают с билетами на концерт Шамана. Заметили, да, друзья, в последнее время, вот мерилом того, что вот дорого или дешево, стали ценники на концерты Шамана. Ну и вот, за место поближе к сцене поклонникам придется отдать 7500 рублей. Но вполне терпимо, я так думаю. Конечно, могло быть и пониже. А цены начинаются вообще от 2200 рублей. Друзья, напишите в комментариях, дорого это для вас, недорого, когда вы в последний раз на чей концерт ходили и сколько выложили. Ну а теперь давайте вот, а вот этой певице узнали или нет? Это Татьяна Овсиенко. Эту фотографию публикует телеграм-канал Шот и пишет, что звезда 90-х, которую заподозрили в алкоголизме, вернулась к активным гастролям по России со старыми хитами. От ностальгии навернулась слеза, по радио звучит школьная пора. И вправду, здесь приводят 5 хитов. Вот послушайте и после напишите, вам они известны? Колечко? Я знаю. Дальнобойщик? Я знаю. Капитан? Не знаю. Женская счастье? Ну и конечно, школьная пора. Друзья, удивительно, как я ее не узнал. Ну и вот пишет, что 700 тысяч рублей будет стоить заказать Татьяну Овсиенко. Как вы относитесь к ее творчеству? Ну и вообще, что вы думаете по поводу вот этих многочисленных заметок журналистов о том, что она злоупотребляла алкоголем? И вот теперь, вроде как поборола эту пагубную привычку и решила вернуться на сцену. Цискоридзе! Билет на спектакль не должен стоить, как месячный оклад россиянина. Вот такие однотипные заголовки в разных СМИ появились. Некоторые даже придали более громкое звучание. Николай Цискоридзе возмущен ценовой политикой главных российских театров. Выбирай спектакль или колбаса. Лично я офигеваю. Вот это цена. Я вот поискал, посмотрел. Первый источник РИА новости, оказывается, им свой комментарий дал Цискоридзе. И вот, в общем, он рассказывает о том, что сегодня главные театры страны могут посещать только очень состоятельные люди. Поэтому, как рядового зрителя, его такая ценовая политика не радует. Привожу прямую речь. Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты у спекулянтов на театральной площади. Это очень грустно. И вот он отметил любопытный момент. Главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями. Поэтому они содержатся в том числе на наши с вами налоги. Это наши налоги содержат все эти театры. Поэтому для нас это должно быть доступно. Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет. Друзья, когда вы были в Большом театре, были ли и если хотели, но не попали, по какой причине? Ценовая политика имеет к этому отношение или нет? Ну, а здесь в самом деле резонно порассуждать о том, что люди платят налоги. На эти налоги существуют эти театры. Хочешь хоть раз в жизни туда попасть? Вот так фигушки не получается. Не знаю, как вас, а меня уже, друзья, давно не удивляют ни вот эти цены на концерты так называемых звезд, их гонорары, либо прайс на какие-то спектакли. Если вас тоже, жмите лайк. Но еще более интересно было бы услышать от вас в комментариях предложение, а как вот это изменить. Ну и, конечно же, вопрос к Николаеву Цискоридзе и к Волочковой, которые вот критиковали высокие цены на билеты в Большой театр. Но вот вы критикуете, а какое решение вы можете предложить? Вы же с головой погружены в эту тему. Ну, предложите что-то. Как решить эту проблему? А то все ограничивается чем? Вы вот так пальчиком погрозили, поругались, попали в громкие заголовки, все с вами согласились. Ах, ах. Поохали. Сказали, да, действительно, вы правы. Ну, а какое решение проблемы? Рамблер новости пишет. Охранник разоблачил Киркорова. Короче, о чем идет речь? Они тут ссылаются на Вокруг ТВ. Солист группы Ронда Александр Иванов, оказывается, зашел Киркорову в гримерку и видит у него абсолютные кубики, накаченные мышцы. И он ему говорит, Филя, а что с тобой происходит? А он отвечает, Саня, в 5 утра встаю и бегом. Вот Гриша Лепс 50, а я 52 километра бегом. Потом штанга, потом гири, там все. А охранник в это время вот так сбоку стоит и говорит, врет. Вот, но, собственно говоря, сами можете истолковать то, что только что услышали. Ну и напишите, как вы верите вот в естественное происхождение всех этих бицепсов Филиппа Киркорова, либо лег под нож хирурга пластического. И, кстати, нам тут пишут в конце этой публикации, не менее 3 миллионов рублей, примерно столько по подсчетам экспертов, Киркоров инвестировал в свою обновленную внешность. Но просто не дают нам вариантов для того, чтобы поразмыслить о том, что он там в качалке потел. В России предложили запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет. Вот такие заголовки я увидел в разных СМИ. А известия предлагают нам более детальную информацию. Я вот небольшой официоз, чтобы вообще понимать, о чем идет речь. Соответствующее письмо направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Аванте, не знаю, правильно ударение делаю или нет, в адрес премьер-министра Мишустина, спикера Совета Федерации Матвиенко и председателя Госдумы Володина. Но, мол, в последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки. Вот таким очень сложным языком нам все это излагают. Но если своими словами, вот 14 лет нет, доступ на социальные площадки закрыт. Мне интересно было, каким образом это регулировать, потому что у меня дочь, она уже старше, но, тем не менее, я вот задумывался раньше, как ограничить доступ на те или иные ресурсы и не видел выхода. Почему? Потому что вот это поколение, кто они, зумеры, да, в общем, настолько прокачаны во всех этих фишках, обмениваются друг с другом информацией, как обойти те запреты, эти запреты, VPN и так далее. Я тоже прокачан относительно в этой сфере, но они же, вот знаете, любой запрет считают вот для себя стимулом, да, к тому, чтобы его преодолеть. Но вот пишут, что по паспорту нужно будет регистрироваться исключительно по паспорту, но и при этом ранее зарегистрированным, потому что некоторые скажут, а они же уже давно зарегистрированы. Нужно будет пройти перепроверку. Что вы, друзья, думаете по этому поводу, за или нет? Ну вот, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Мне вот, повторюсь, кажется, что вот там запрещай, не запрещай, но все равно они ищут лазейки, находят их. Короче, вот так. Юли Гусман, как пишет Стархит, говорит вот о чем. Династия Масляковых не захватила КВН, а трудом заслужила право считать его своим детищем. Я не знаю, при каких обстоятельствах Гусман вынужден был комментировать, встать вот на защиту семьи Масляковых. Почему? Ну, давайте уж пойдем дальше, вот будем работать с тем, что есть. Семья Масляковых долгие годы остается у руля, пишут журналисты. Александр Васильевич в свое время приобщил к общему делу и жену, и единственного сына, и даже внучку. Но было бы удивительно, если бы не приобщил, да? Стремление Маслякова-старшего устраивать назначимые кадровые позиции в КВН всех членов своей семьи многократно подвергалось критике со стороны общественности. Да, мы это помним. Я делал как-то интервью с Антоном Камоловым, звездой MTV, который долгие годы сидел в жюри. Вот он говорил, хозяин, барин, ну да, а МИК принадлежит семье Масляковых, а что вы хотели? Но, собственно говоря, у меня нет никаких вопросов по этому поводу к семье Масляковых. Но иначе бы КВН давным-давно развалился, хотя я считаю, что нужно было вовремя, вот собственноручно, вот как-то поставить точку в этом вопросе, чтобы вот сейчас не сталкиваться с тем, что каждый второй, третий, я не знаю какой, четвертый, пятый, но все равно очень много людей, кто ругают КВН, говорят, он не интересен. Какие-то смелые шутки на политическую тему запрещены. Шутить о семье запрещено. Ну и там, в общем, больше запретов, чем разрешительных вариантов. Как я понимаю, Сашу вменяли в вину в создании династии, говорит Гусман. Мол, вся его семья задействована в этом проекте, и жена, и сын, и внучка, и невестка. В нашей стране создание династии врачей, рабочих и фермеров всегда считалось правильным и прекрасным делом. При этом Гусман подчеркивает, что Масляков всего добился. Сам он не был рожден серебряной ложкой во рту. Но это мы можем с вами подтвердить. Серебряной ложкой во рту родилась уже Таисия, внучка его. Но и можно сказать, что все-таки и сын Масляков-младший. И дальше что? Ну и вот Гусман признает тот факт, что все-таки Масляков не был в числе создателей КВН. Но тем не менее он не считает, что это означало он захватил КВН. И он напоминает, что КВН в свое время придумали Аксель Рот, Муратов, Яковлев и помогавший им тогда редактор Гальперина. Вот такие дела. Что думаете по поводу такого заявления Юлия Гусмана? Как оцениваете юмор в КВН? Ну и я думаю, для вас это не удивительно, что все вот это в руках семьи Маслякова. Меня это нисколько удивляет, если вас тоже жмите лайк. Но был бы не Масляков, а кто-то другой, но его семье бы все это принадлежало. Я вот не вижу даже вариантов. Вот как могло бы быть по-другому? Продавцы косметики обманули Арину Шарапову и Татьяну Михалкову пишет газета.ру. Оказывается, Шарапова обратилась в полицию из-за некачественной косметики. Я вот поискал по разным источникам, там вроде как речь о чем идет. Со ссылкой на шот, телеграм-канал пишет, что супруга Никиты Михалкова, в общем, столкнулась с тем, что ей позвонила некая женщина, представившаяся генеральным директором ЦУМа. И вот она говорит, у меня там косметика, просто помятые коробки со скидочкой, еще там подарок будет. В общем, купите, выгодно очень. Ну и жена Михалкова на это купилась. Ну, а мне вот интересно, люди при деньгах состоятельные. Ну вот к чему вот это вот, вот тебе говорят. Так, возьми что-то в помятой коробке, уже сомнительно выглядит. Но я как-то себя уважаю. И вот мне позвонит вообще совершенно незнакомый человек с улицы. Я подумаю, ну развод какой-то в первую очередь. Потом, когда начнут мятые коробки, но зато дешево, я вот так лесом пошлю. То есть, я могу что-то купить, если мне предложат кто-то вот очень хороший знакомый. Скажет, вот иди, и это будет классно. А здесь, ну вот такая ситуация. Еще одно Кидалова. Вот пишет телеграм-канал База. Двое школьников обвинили блогера-миллионников Кидалови. Короче, там спортивный матч баскетбольный проходил. И два школьника выбежали на площадку. А им за это пообещал блогер 4 миллиона рублей. Ну, типа кринж, пойхайпится. Не знаю, как это воспринимать. Ну и в общем, они там провели порядочное время в правоохранительных органах. Пока там выясняли, что да как. И были счастливы, довольны. Вот наутро, мол, получат деньги. Потом давай списываться с этим блогером, с его администратором. И в общем, кинули, по всей видимости, их. А родители, в общем, в итоге оплатили штраф 500 тысяч рублей. За, ну, я вот читал документы. Это вот как хулиганские действия расцениваются. Ну вот, собственно говоря, видите, сплошь и рядом мошенники. И вот еще одна новость на эту тему. Помощницы Никиты Михалкова развели мошенники на 250 тысяч рублей. Примерно по такому же сценарию нам тут пишут, как в свое время Никаса Сафронова и Эдварда Родзинского. Короче, они позвонили, представились с сотрудниками Википедии. И, мол, давайте мы о вас дополним страничку вот на нашем ресурсе. В общем, надо там что-то понажимать. И вот женщина понажимала, понажимала на телефоне. И в итоге что произошло? Преступники получили доступ к ее онлайн-банку. И вывели 250 тысяч рублей. Друзья, будьте аккуратны. Вот сплошь и рядом вокруг у меня создаются впечатления мошенники. Телеграм-канал Шот пишет. Налоговая заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова. Да, этот всегда цветущий, жизнерадостный молодой человек. Судя по фотографиям на его страничках, никогда не нуждается в деньгах. Вот, все у него прекрасно. И вот пишет, что производитель самых брутальных роллов погряз в судах. С компанией требует более 800 тысяч рублей. И вот я вывожу вот эту фотографию. Там ставка была сделана на что? Вот эти фоторыбы, как вот пишет, наделали. Такие брутальные, фотогеничные, обмотанные цепями. Ну и начали развозить блюда по Москве. Бизнес не пошел. Хотели бы вы вот такое или нет? Я вот вижу, что в последнее время продается не столько товар, а вот сама упаковка. Вот чем красивее ты это подашь, чем красочнее ты об этом скажешь, чем зрелищнее снимешь ролик, вот тем больше покупок, больше заявок. И такое ощущение, что люди вот вообще вот так берут, глаза закрывают на качество. Мне, конечно, удивительно. Еще больше новостей, друзья, ищите вот здесь, в моем самом свежем ролике, а вот это ролик на основе ваших предпочтений в Ютубе. Это Ютуб от меня предлагает вот то, что вам точно по рекомендациям подойдет. И не забудьте подписаться на два моих телеграм-канала в описании под этим видео. Здесь Сафин. Встретимся в одном из этих роликов.